Сейчас она появится. Давай! Ну что там? Карта, которая зарабатывает сама. Дебетовая карта Газпромбанка со стабильным доходом до 35%. Всем привет, друзья! Это новый влог и уже, наверное, новая я, потому что я в роли мамульки. И, честно, как вам сказать, я уже не то чтобы привыкла к этой роли. Мы с Даней обсуждаем и говорим, блин, а как мы раньше без него жили? Сейчас кажется, что, собственно, без него мы и не жили. Не в плане того, что у нас была какая-то не такая жизнь, а в плане того, что ты настолько привыкаешь к быту с ребенком, что тебе кажется, что так было всегда. Нравится ли мне в этой роли? Мне, конечно же, нравится. Я думаю, что другого ответа быть и не могло. Да, сложно. Да, жизнь переворачивается просто с ног на голову. Да, я не особо хорошо высыпаюсь. И сейчас люди, которые писали, ты не будешь высыпаться, и такие, вау, еее! Но из-за того, что есть помощь в виде бати, ну, точнее, знаете, немного странно говорить, что это помощь в виде бати, потому что он такой же родитель. И, как я говорила в прошлом видео, Данила действительно шикарный папа. Ну, он делает и помогает абсолютно во всем. Единственное, что он не встает ночью, потому что ночью Мирону нужна я, моя еда и все. Поэтому я особо Даню и не бужу. Плюс у него тренировки. И он встает рано тоже, уезжает. И я понимаю, что, ну, в этом нет какой-то необходимости. Единственное, у нас приезжает иногда моя мама, и она дает такую позволительную, просто реально роскошную жизнь нам. В плане того, что она, допустим, с утра я просыпаюсь, кормлю Мирона, и мама его забирает и сидит. А я могу доспать до 12, до часу, например. И тем самым восстанавливаю свой сон. Наверное, это видео немножечко будет такое, да, о том, как проходит сейчас наш быт. Ну, я поделюсь своими эмоциями, впечатлениями, что-то расскажу про Мирона, про материнство. Такие влоги не планируется быть всегда. Да, я, как говорила раньше, и сейчас пока что, как минимум, это остается так. Я не планирую вам рассказывать про какашки своего сына, про свои груди, что там с ними происходит, как я кормлю, не кормлю, что там происходит. Ну, в плане того, что я знаю, что есть блогеры, которые прямо удаляются в материнство, именно в плане работы. И рассказывают прям супер-супер подробно. Естественно, мамская тема никуда не уйдет, потому что я снимаю свою жизнь. И это сейчас 95% моей жизни. Мой ребенок, который, ну, естественно, первое время, первые месяца 100% будет занимать все основное время. И ретарировать это я просто не смогу. Много покажу вам, как организовано наше пространство, хотя я вроде показывала. Такой вот у нас есть шарик. Я уверена, вы видели фотки в других соцсетях. Они уже сдулись, конечно. Здесь вот шарик написано. Сынок, добро пожаловать домой. Но он уже такой не особо фреш. Чувствует себя нехорошо. Вот эти тоже подздуваются, а вот этот прям вообще шикарный. Честно, я бы его на всю жизнь сохранила. Здесь написано Мирон. Так зовут нашего сына. Дата рождения, сколько родился весом и ростом. Это кроватка, которая нам, по факту, оказалась практически не нужна. Честно, Мирон в ней лежал от силы раз пять. Мне кажется, даже меньше. Честно. Потому что, ну, она оказалась нам не особо удобной, так как мы ей не то что нашли замену, но у нас было две кроватки. Сейчас покажу вторую, которая оказалась просто в миллиард раз удобнее, мобильнее и комфортнее и для нас, и для Мирона. Ну, в общем, картинка такая, да? Ну, супер милая. Я не знаю, мне прям нравится. Конечно, опять же-таки, вот эта бежевая мамочка, шарики в той же тематике. Это было очевидно. Пеленальный столик, про который нам говорили, что никогда вам он не пригодится, вы не будете им пользоваться. Ну, кто-то так писал, и достаточно большое количество людей. Девочки, как я и предполагала, я не представляю свое материнство без этого столика, потому что мы им пользуемся каждый день по несколько раз, когда меняем подгузник, когда делаем какие-то процедуры по уходу, там, да, козявочки вытаскиваем. Вот она, мамская тема. И вообще, я хотела сказать, это действительно правда. Абсолютно искренне делюсь. Девочки, когда ты становишься мамкой, ты так сильно радуешься соплям. Точнее, не соплям. А когда ты вытаскиваешь у ребенка там сопли с носа. Да, сейчас вот те, кто не мамы, они скажут, боже, что за дичь она несет. Девочки, поверьте мне, вам в будущем это откликнется. Когда ты радуешься, что твой малыш сходил в туалет, допустим, ты радуешься, что он попукал, что у него негазики, там они вышли, все такое. Ты, знаете, вот он, простите, боже, простите, реально. Это просто звучит, ну, не очень приятно, но это правда так. Ты радуешься какашкам своего ребенка. Нет, если что, у нас нет проблем со стулом. Ну, просто я имею в виду, раньше мне говорили, там слышала мамские разговоры среди девочек. И там из серии, ой-мой, когда в туалет сходила, я так радовалась. Я сидела раньше и думала, что, что за бред? Сейчас я абсолютно понимаю, о чем шла речь. Вот вторая кроватка, про которую я говорила, и она оказалась для нас, ну, наверное, самой используемой вещью для ребенка. Но я не беру какие-то мелочи, да, там подгузник, вот это я имею в виду, вот пеленальный столик и вот такая кроватка. Я не знаю, что это за бренд, то ли вот этот бренд, то ли вот Тути, Бомбини. Она дорогая, около 40 тысяч рублей, но есть аналоги, там, и за 10 тысяч рублей, по-моему, даже, может быть, бюджетней. Просто я, когда была беременна, то видела у кого-то там, допустим, кто-то выкладывал или рекомендацию, или рекламу, или что-то такое. И я просто, ну, знаете, сразу видела и заказывала. Вот. Мы брали с ножками, то есть здесь есть обычные, без колесиков стоять вот так вот, колесики. И вот такая вот штучка, это для того, чтобы качать ребенка. Она вот так вот устанавливается и становится как лодочка, вот так вот качается. Вот первые там полтора недели я вообще думала, блин, нафиг мы ее купили. Что-то я до нее, ну, за вот эти вот штучки доплачивала тысяча три, четыре, ну, то есть это полая комплектация кроватки. Но в итоге очень часто пользуюсь, это суперудобно. Из серии ты лежишь на кровати, вот так ногу прислонила и вот так вот качаешь ребенка. Короче, кайф. Сегодня нам с сезона привезли вот такой вот, блин, опять я, мобиль, мобиль, неважно. Какой-то инновационный. Здесь, я, правда, батарейки просто еще не ставила, я его чисто собрала, примерить, подойдет или не подойдет. Здесь есть проектор, который будет на потолок светить. Музыкальное сопровождение. Вот эта вот сама штучка крутится. И вот эти игрушки, их, наверное, надо постирать. Честно, я не знаю. По факту он с ним не взаимодействует, но по факту, конечно же, они типа грязные. Где они там валялись и они будут над ним висеть? Наверное, это нужно сделать. Но это не проблемно. Такие вот рыбоньки здесь какие-то штучки. Акула. А это кто? Ой, морской тюлень, наверное. Ну вот, и вот такой вот у нас коконат. Это кокон-зевушка. Он в нем лежит, спит. Классный, удобный, ему в нем комфортно. И сама кроватка вот эта рассчитана до 6 месяцев. Ну, возможно, если у кого-то ребенок будет вылазить и позже можно использовать. Она складывается в сумку и можно с собой ее легко перевозить. То есть это тоже такая мобильность. Добавляют ей плюсик. Плюс можно просто как кроватку, да, вот так вот закрыть и использовать. Можно как приставную использовать. То есть я вот ее ставлю рядом с собой. Менять уровни. Ну, поднимать, опускать. Можно поднимать одну сторону, чтобы вот так вот горочкой было. В общем, функций достаточно много. И действительно, ну, вот эта кроватка, она здесь стоит. У нас здесь стирка Мирона. Это то, что мне нужно забросить. Она здесь стоит. Ну, наверное, действительно больше для красоты. Вот то, чтобы Рилс я записала и фотку сделала. А так, ну, просто это либо с ним постоянно находиться. Когда он спит, то нам вот проще его положить вот в эту кроватку и отвезти с собой в комнату, в которой ты находишься. Да, хоть и можно установить в ее няню, но вот так вот проще намного. Как-то так. Так что вот это прям супер вау. Лайк 100% нужно брать. Потом, что у меня еще здесь. Подушка для кормления. Я ее первые вообще две недели постоянно надевала. Мне было с ней очень удобно. Но ты еще только учишься, да, там, прикладывать груди, и как-то брать ребенка правильно. И она спасала. Сейчас уже проще, знаете, просто, да, лямку скинул и кормишь, например. Или там кто бутылочкой бутылочку ставил и кормишь, да, там коленочки согнуло, сидишь. Но как бы сейчас уже ей особо не пользуюсь. Это мы вчера купили с мамой. На самом деле у нас уже одежда такая некоторая. Мы из нее выросли. И что-то мы заходили в детский мир, чтобы купить игрушечку. И присмотрели вот такие вот тут тоже всякие бодики вот эти. Или как они, слипики называются. Честно, я хоть стала матерью, до сих пор не знаю, как они правильно называются. Ну, взяли размерчики побольше. Вот здесь написано, хоть он и 50, но он, конечно, не 50, он большой. Их надо постирать. Вот такой миленький. Я люблю мамочку-папочку. С динозавриками. Я не знаю, почему. Мне понравилось. Я говорю, мам, давай такой возьмем. Он говорит, да ну страшный какой-то. Я говорю, а мне нравятся динозаврики. Вот. И с мишками. Их нужно будет постирать. Кресло-качалка. Блин. Ну, тоже я ей, знаете, первое время. Мирон, если что, спит у нас в комнате. Эту тапку потеряла. Рядом с нами. Ну, в своей кроватке. С собой мы его не кладем. Но, не знаю, у кого дети спят в отдельной комнате. Вы, наверное, герои, можно сказать. В плане того, что постоянно вставать к ребенку ночью, это с ума сойдешь. И когда он рядом, конечно же, это очень упрощает жизнь. Но вот с собой, чтобы он спал рядом, прям в кровати, нам такое не нравится. Нам такое не подходит. Вот. Просто даже некомфортно. Не из-за того, что там приучать, не приучать. Я, если что, делюсь исключительно нашим опытом. И то таким достаточно маленьким. Про что я говорила? А, раньше я приходила каждую ночь из спальни. Не вставала сюда, там, менять подгузник. Садилась здесь, кормила, подушку надевала. Сейчас я все делаю уже побыстрее в кровати. Если поменять подгузник, быстро разосла, это сделала и пошла в кровать. Потому что, чтобы лишний раз, ну, не делать лишних телодвижений. Девочки, прервемся на полезную рекомендацию. Я уверена, многие из вас знают, что с возрастом потребности кожи меняются. Например, в 13-15 лет многие начинают замечать жирный блеск, высыпание на коже. Причина этому – половое созревание и гормональная перестройка. Там, в 18-20 лет, например, многие уже мечтают добавить коже красивого сияния или справиться с синяками под глазами. Ведь примерно в этом возрасте большинство встречается с вечными спутниками сессии, экзаменов, работы. И вот лично у меня с началом беременности было просто необходимо интенсивное увлажнение. И знаете, со временем, с возрастом возникают вопросы. А что дальше? А какие изменения еще ждать? И, к сожалению, довольно многие не знают о том, как в течение жизни меняется наш организм. И, соответственно, кожа. Именно поэтому я хочу порекомендовать вам классный спецпроект от ЕАптека. Они собрали советы и рекомендации дерматологов и ведущих экспертов, чтобы рассказать, что же происходит с лицом и телом после 45 лет. На что стоит обратить внимание в уходе за кожей? Какие важные моменты учили? И вот после 40 лет очень важен в жизни каждой женщины. В организме все меняется. Кстати, я поделилась этим спецпроектом со своей мамочкой. И она сказала, что очень многое сама не знала. И многие вещи она отметила для себя. И еще я купила маме средства, которые рекомендовали в этом проекте. Сейчас расскажу поподробнее. Это дневной лифтинг-крем от Виши против пигментации в период менопаузы с SPF 50. В его составе комплекс активных ингредиентов для повышения плотности и тонуса кожи. А также для коррекции и предотвращения появления пигментных пятен. А это молочко для шелушащейся и огрубевшей кожи от La Roche-Posay. Оно помогает уменьшить шероховатость, шелушение, стянутость кожи. Плюс возвращает ощущение комфорта. Кстати, оба продукта протестированы под терматологическим контролем. И имеют клинически доказанную эффективность для возрастной кожи. На Е-аптеку эти продукты сейчас можно купить со скидкой до 25%. В общем, переходите по ссылке и узнавайте больше о своем организме. К тому же, это прекрасная возможность заказать эффективные средства ухода, например, в подарок. Или можете просто поделиться ссылкой на этот проект с мамой, тетей или любой другой дорогой вам женщиной. А мы возвращаемся во влог. Сразу скажу, реально, действительно, все, чем я делюсь, о чем я рассказываю, это исключительно наш опыт, мой. То, как у нас, я не прошу советов. Если я их не прошу, да, когда я хочу что-то услышать, то я говорю, девочки, пишите комменты. Ну, в плане, вы всегда можете поделиться так же своим опытом. Я с огромным удовольствием это буду читать, смотреть. Но нравоучение не принимается. Потому что, как я поняла, мамские темы – это вообще жесть. Это просто, ну, каждая мама считает по-своему. Есть биллион там, да, каких-то вариаций, как делать, как правильно, как неправильно. И это можно с ума сойти. Первое время мы так и сходили с ума. Объясню, почему. Здесь на диванчик приседу. Айсуш, заходи. Кстати, реакция Айсуши. Он с огромным любопытством относится к Мирону. Айсуш, заходи. Не пойдешь? Не хочешь? Вот. Без агрессии. Единственное, что когда Мирон плачет очень громко, когда… Ну, не истерика, а такой тем, о, вот. Наш человек проснулся, походу. Сейчас наш разговор быстро закончится. Когда он плачет, кричит, то Айс тоже начинает лаять. Но не потому, что это агрессия, а потому, что, знаете, он как будто бы дает понять, что, типа, ребята, что-то происходит. Ну, то есть, например, если он плачет в комнате, у нас стоит видео няня просто, а я в другой комнате. И он начинает плакать, Айс сразу начинает звать в комнату, начинает там, типа, как-то скулить. Ну, то есть, он действительно в плане зовет, что, ребята, там что-то, кто-то что-то делает. Вот. И когда он, допустим, рядом с Мироном, вот я накормлю на диване и запрыгивает Айс, он прям очень его вот так хочет обнюхать. Он его начинает лизать, но мы, ну, не пока что, ну, да, действительно, мы не подпускаем сильно, потому что мы соблюдаем вот эту дистанцию, но при этом не отталкиваем Айса, не говорим, типа, фу, нельзя, не подходи, там, ну, то есть, чтобы он не чувствовал эту ревность, чтобы он не чувствовал, что его не любят. Да, это для кого-то может прозвучать дико, но собаке это тоже важно. Представляете, он 6 лет со мной жил, он был моим сыночком и остается до сих пор. Вот, все равно, вот таким вот, которого и в хвост, и в гриву вот так вот целовали, типа, боже мой, ты моя булочка сладкая. И сейчас продолжаем. Ну, конечно, уделяется меньше времени, как бы оно ни хотелось, потому что много занимает времени Мирон. И чтобы у собаки не было стресса, мы стараемся сделать все максимально так вот, знаете, деликатно. Вот. Короче, никакой агрессии, он прям к нему максимально хочет подойти. Понюхаться. Но мы пока не даем, потому что все-таки, ну, собака, да, если мы его подпустим, ну, близко к лицу, то он его всего оближет полностью. Мне кажется, что это пока что, ну, не очень хорошая идея. Вот. В будущем, понятно, Мирон начнет ползать, и они вместе тут будут вечеринки устраивать. Как-то так. И, Айсушенька, продолжаю свой разговор. Вот Айсуша такой. Ребят, тут нам кого-то домой привели. Я хер его знает. Это кто? Помогите, пожалуйста. Помогите мальчику. Я говорила про мамские темы, что, ну, не только мамские, родительские. Сколько врачей, сколько родителей, столько и мнений. Первое время тебе сложно сформировать свое мнение, потому что ты неопытен, потому что ты не знаешь. Объясню. Просто пример. Мы были в больнице, когда я еще в роддоме. Нам заходит один врач, там медсестра, например, и говорит, там массажик делать не нужно. Это просто, ну, как бы вот из башки, например. Мы такие, да, хорошо, без проблем. Типа делать смесь. Мы такие, хорошо, поняли. Заходит там на следующий день другой врач, медсестра и такая, обязательно массажики делаем. Ну, то есть такие вот, типа, гимнастику. И я такая, нам вчера сказали, что не нужно пока делать. То же самое там с тем, что держать ребенка столбиком или не держать. Опять же таки, мамочки сейчас такие, понимаю. А кто, ну, не родители, не собирается в ближайшее время, они сейчас такие, каким столбиком держать. Это что? Это держит так вот ребеночка, чтобы он срыгнул после кормления, например, чтобы у него все упало, там хорошо усвоилось. К нам приходит один врач, мы говорим, а столбиком нужно держать? Он говорит, нет, не нужно. Приходит другой, говорит, вы столбиком держите? Мы такие, нет, он такой, обязательно нужно. Ну, и, собственно, всех слушать просто башка едет кругом. Я говорю, первая там неделя, полторы, что-то какой-то момент происходил, мы кому-то писали. Писали, допустим, одним нашим друзьям, другим нашим друзьям, у которых уже есть относительный опыт. И они, допустим, говорили абсолютно разные вещи. И мы такие, а что делать-то? Поэтому тут действительно действуешь по наитию. Вот как твоя душа считает, так и это понятно, что это не имеется в виду какие-то реально серьезные вопросы. Но нужно на своем опыте пробовать так, так, так. И смотреть на реакцию своего ребенка, смотреть, как ему, как вам лучше. Поэтому, поэтому вот так вот. То есть сейчас уже Мирону, ой, господи, я плохая мать, да, не знаю сколько точно. Ему в воскресенье будет три недели. Вот, да, в воскресенье. Ну, короче, почти три недели будет. Представляете, уже три недели, три недели, это охренеть. Еще чуть-чуть, и нам уже месяц. И вот, сейчас мы уже и спокойно реагируем на какие-то его вскрики, плачи, да. Он ребенок, он не может вечно молчать, он не может быть вечно спокойным. Естественно, когда-то он сплакивает, когда-то он дает понять, что я голодный, он начинает плакать. Или он дает понять, что у него памперы грязные, он начинает плакать. Или что-то еще. Еще, первая неделя мы просто, если он плачет больше, там, 30 секунд, у нас начинался кипиш. Ну, в плане, мы такие, блин, боже, бедненький, что нам делать? Почему он так кричит? Господи, господи, бедный, господи. Сейчас ты уже реагируешь на это реально с более спокойствием. И такая, просто оцениваешь, так, интересно, что с ним? Сразу подгузник, сразу там прикладываешь его, да, чтобы он поел. Если что-то не подходит, думаешь, так, возможно, у него с животиком, так, возможно, ему там жарко. Возможно, ему что-то еще. И начинаешь закидывать варианты. Как-то так проходят наши первые дни материнства. Наши, ну, реально. Я, честно, по-моему, в прошлом влоге это говорила. Данила очень мне помогает. И я говорю, единственное, жалко, что у него сиськи нет, девочки, честно. Вот если бы она еще у него была, это было бы вообще супер. Он бы мог делать абсолютно все. И мы вот так вот в команде работаем. Действительно, как-то вот классно. Я понимаю, что если бы я была одна и не было бы вообще никакой помощи, это реально сойти с ума, потому что сложно. Сложно, ну, блин, это и очевидно. Но сразу скажу, что я и рожала, когда, точнее, мы начали планировать беременность, мы обсуждали это. Я не рассчитывала, да, что я буду одна с этим справляться, потому что я рассчитывала на помощь папы, я рассчитывала на то, что он будет участвовать. Понятное дело, у кого-то просто нет такой возможности, потому что там папа работает. Но я имею в виду, что это все обсуждалось, поэтому я понимала, наверное, что одна я не останусь. И мне не стыдно, честно. С одной стороны, я такая думаю, ой, блин, вот что это, кто-то без помощи справляется, молодцы, справляются, но уверена, что это дается очень тяжело. Вот. И я благодарна за то, что у меня есть возможность пользоваться с помощью своих родных и близких. Также вот я говорю, мама первые две недели она особо не приезжала и не помогала, ну, потому что мы перестраивались сами на новую жизнь, мы сами привыкали к ребенку. Сейчас уже мы можем сказать, там, через секунду понять, что с ним происходит, что лучше сделать, что попробовать и как. Вот. А первые две недели это достаточно такой процесс замедленный, потому что вы еще, ну, только незнакомитесь. Вот. А сейчас уже и бабушка может прийти, как я сказала, она может его с утра забрать, как-то с ним там поиграть. Ну, понятно, что он сейчас еще совсем маленький, и никаких игр он не понимает, но я имею в виду, там, песенки ему попеть, что-то ему там, вот, с ним понаходиться. Вот так вот, короче, такие вот пироги. Ну, все супер, все супер. Мы абсолютно счастливы, как я это говорила и в прошлом влоге, и до этого. Это нереальное счастье, это нереально сложно, но это класс. Всем привет, это Нью Дэй, и я одна со своим ребенком. Очень неожиданно, да? На самом деле, ой, последние просто сколько-то дней всегда был либо Даня с утра со мной, либо мама была, и они давали мне доспать. Но сегодня так не вышло. Вот, поэтому я сегодня менее выспавшаяся, но все равно более-менее нормально себя чувствую. Она кормила Мирона, естественно, уже не один раз его накормила. Он сегодня ночью спал как-то... Он спал нормально, но просыпался чаще обычного на покушать. Вот. И, конечно же, это не супер приятно. В плане того, что это дает мне меньше времени тоже поспать. Ну, ладно. В общем, сейчас я попала в период его самой большой активности. Что значит попала? Ну, как я уже сказала, утром, допустим, сейчас сколько? Обед. Ну, обед сейчас. Вот. Он не просыпается сразу, ест и ложится дальше спать, а уже развлекается как-то тут вот игрушечки ему туда-сюда походить, поболтать, музыку послушать. То есть он уже прям нормально так активничает, потому что, кто не знает, первые там вообще... Я не знаю, первую неделю он реально практически не жил. Он спал, ел, спал, ел. Все. Никакой активности. Сейчас я уже замечаю, естественно, что с каждым разом все увеличивается и увеличивается, и он уже спит, ну, в разы меньше, чем это было в первое время. Вот. Я его покормила, поменяла уже подгузники, он лежит рядом в кроватке, и я делаю макияж. Данила был на тренировке, приедет сейчас, и я поеду в Подольск. Мне нужно в Подольск, кто не знает, я просто из Подольска. Там живут мои родители, мне нужно туда по делам, и заодно мама сказала, что Анатолий работает в выходные, поэтому она может приехать к нам. Вообще, у нас есть супер план, точнее, ну, как сказать, план, не могу открыть тональный к девушке, видите, я уже крашусь не за столом и в кровать, потому что тут ребенок мой спит, я не могу реально открыть одной рукой. Ну вот, у нас есть такое миссия, в общем, у Анатолия скоро, Анатолий, муж мой, господи, ну, в целом все знают, но на всякий случай напоминаю, потому что реально много новеньких. У Анатолия скоро две недели отпуска, и он с мамой мог бы чаще, ну, они могли бы вместе чаще приезжать к нам и помогать. Опять же таки, если что, сразу такое уточнение, мы не просим помогать, в плане, мы не отказываемся от помощи, но мы никогда не звоним и не говорим, приедьте сегодня, нам нужна завтра помощь, нам нужна это, только когда мама говорит, я могу там приехать тогда-то, тогда-то, либо она пишет, я вот, ну, свободный сегодня вечером могу приехать, мы, конечно, от помощи не отказываемся, потому что это, ну, это очень, очень спасает и упрощает вашу жизнь и делает, ой, делает более комфортной, извините. Знаете, вот эта нотка несправедливости, сейчас приедет Данила и Мирон будет спать, он будет спать крепким сном, потому что он поел, потому что он поактивничал, просто будь здоров, точнее, до сих пор активничает, а я попала в самую бучку, вот эту вот, ну, ладно, чё, такая родительская участь, всё хорошо, не то страшно, вот, простите, что перескакиваю с темы на темы, потому что вы это смотрите одним кадром, да, я вот всегда говорю, а я уже 35 раз отключилась, потому что мне нужно уделить время ребёнку, и поэтому может что-то туда-сюда с одного на другое, в общем, у Анатолия две недели отпуск, и они, как бабушка и дедушка, хотели бы побольше проводить времени с внуком, но, естественно, у них, допустим, должно быть своё личное пространство, и, например, с Подольска без пробок ехать где-то час, но с пробками час сорок, и, естественно, знаете, например, они могли бы днём забирать, а ходить с ним гулять, вот, но ехать два часа, три часа из Подольска, чтобы погулять с ним час, это вообще жесть, и также они могли бы оставаться, например, на Подольше, да, мама также, но, к сожалению, ну, нет, не к сожалению, у нас ещё есть собачки, у меня Айс, у родителей Нота, и они не могут приехать с Нотой, и оставить её тоже, ну, в квартире, там, на какое-то продолжительное время тоже нет, потому что она привыкла, что постоянно кто-то есть, ну, её так не оставляют, и поэтому приходится, ну, родителям, либо только приезжать маме одной, Анатолий остаётся дома, либо приезжать на такое небольшое количество времени. К чему я это всё клоню, и к чему я это всё рассказывала? Мы решили посмотреть ещё одну квартиру, ну, не ещё одну, а просто квартиру, вот, в нашем доме, или в нашем ЖК, и снять для родителей на время, пока, как минимум, ну, мы тут сами живём, потому что, как я уже сказала, объяснила ситуацию, да, ну, вот эти две недели родители могли бы спокойно проводить время с нами, и опять же таки, по своему желанию не хотят, но постоянно кататься каждый день туда-сюда они не могут, и, конечно же, я это прекрасно понимаю, да, это дополнительная трата, но, к сожалению, второй квартиры у нас в Москве нет, вот, и к радости мы можем это позволить тебе, и это очень упростит жизнь, естественно, родителям, и в первую очередь нам, потому что это помощь для нас, вот, ну, мы пока ищем, смотрели некоторые варианты, мы, естественно, честно говорим, что, ну, как бы нам не нужно на долгий срок, но не все хотят сдавать, там, на 3-4 месяца кому-то квартиру, и также мама один пару раз у нас оставалась, ночью помощи особо не требуется, потому что ребенку нужна мать, мать покормить, и, ну, там, подгузник поменять, в общем, ночью помощь не нужна, а утром она очень актуальна, например, вот, или вечером, там, помочь, помыть, что-то там, уложить, например, ребеночка, поразвлекаться с ним, но, мама не высыпается, она спит очень четким сном, и получается, что она ложится вместе с нами относительно, там, поздно, около 12 в час, при этом ночью помогать она не может, потому что эта помощь не нужна, но она просыпается, она слышит каждый вскрик Мирона, она слышит, как я встаю, она слышит, иногда это там, укладываешь, да, 5 минут, а иногда это действительно более продолжительная процедура, и встает в итоге рано, потому что Мирон тоже рано встает, и мама хочет помочь мне взять Мирона рано утром, чтобы я доспала, а получается, что она тоже не выспалась, и, короче, вот такая вот история, и мы подумали, что, например, если вот такие вот дни, когда Анатолий работает, маму хочется, ну, приехать, переночевать, она могла бы просто спокойно, я не знаю, тогда приходить в квартиру и спать, и приходить, когда ей удобно. Надеюсь, вы поняли вообще, что к чему я рассказала, что к чему происходит, но это правда более такой удобный, комфортный вариант для всех. Нам, естественно, как помощь, родителям, чтобы они могли быть вместе, чтобы они могли привести ноту, чтобы они могли комфортно, ну, не то что существовать, но просто даже, и вы понимаете, если к нам в квартиру приедет еще нота, еще Анатолий с мамой, и так жить пару дней, нота с Айсом, у них будет здесь такая вечеринка, это просто, они будут носиться, в общем, ну, так вот не получится, потому что я думаю, что кто-то скажет, что они у вас на пару дней не могут остаться, но, как я уже сказала, сейчас вот две недели у них были, будут относительно такие свободные, и мне кажется, что это очень, блин, реально классный способ всем сделать комфортно и удобно. В общем, все, девочки, свобода, попугаем, вернулся папочка, и мамочка уезжает, он уезжает по делам, реально очень нужно. А, и еще я не договорила, наверное, будут вопросы, я просто рассказывала то, что мы хотим, чтобы родители приехали к нам пожить, ну, точнее, не к нам, а найти им квартиру. Будут, наверное, вопросы, почему не приезжает Даня на семья, но хочется сказать о том, что, во-первых, мы собираемся сами в Челябинск, вот, у Дани вообще слишком большая семья, и у него со всеми познакомиться нужно съездить, всем показать Верончика, надеюсь, что у нас получится. вот, и также, естественно, семья Дани прилетит к нам, потому что все хотят с внучком познакомиться, увидеть его, но просто сейчас, во-первых, первый месяц, это не особо актуально, потому что, ну, с ним не поразвлекаешься, не пообщаешься, он еще не видит же особо, да, он еще особо не слышит, то есть, он не дает никакую реакцию на людей, то есть, он может зависнуть на какой-то предмет, на тебя, но в целом он не понимает, и сейчас с ним не так интересно, ну, плюс, конечно же, не все могут убросить все и прилететь там на какое-то время, на один день, ты же не прилетишь там на выходные, да, на субботу, а в воскресенье уже улетать, ну, это вообще не бред, не все могут работать дистанционно, поэтому, как только будет возможность, либо мы туда, либо к нам, не переживайте, все, я уезжаю, кстати, что? Я сваливаю, да, я сваливаю, да на самом-то деле, я уже сказала, Даниле, Мирон сейчас бодрствовал, столько, с мамой развлекался, сейчас мама за порог, Мирон ляжет, вон, он уже спит почти, он ляжет спать, и пока он будет сидеть с папой, Мирон будет часа три, четыре, просто начали отдыхать, потому что сейчас у него было суперактивное, ну, утро, день, начало дня, ну, съезжу, все сделаю, и приеду, ну, не знаю, сколько, не знаю, не знаю, сколько, не знаю, не знаю, сейчас ночью, ой, что-то там, задержался, да нет, нет, конечно нет, и там мы заказали доставку, Даня, ворова, говорю, курьером пишешь, оставить возле двери, почему это делается, чтобы они не стучали, чтобы не кричал Айс, как минимум, сейчас, опять же, таким, он, естественно, ничего, ну, не слышит, он не реагирует так на звуки, не просыпается от этого, но потом, блин, это будет проблематика, я не понимаю, ну, видимо, они просто не читают, либо, ну, как бы, не обращают внимания на комментарии, иногда, хотя в 70% случаев, все-таки курьеры, допустим, оставляют у двери, все нормально, вот, покажу вам, что заказала, ну, на самом деле, мы сейчас особо не готовим, я не готовлю, тут вот картошечку на ночь, ой, на ночь, на ужин запекала с курочкой, иногда завтраки, но в целом, Данила, допустим, уезжает раньше, и, конечно, я не встаю готовить, вот, берем просто какие-то блинчики, допустим, уже, сырники, что-то такое, что можно подогреть, быстренько и съесть, вот, роллы, ну, роллы, кстати, мы вот второй раз вообще заказываем, не часто, а так, ну, либо что-то из, какую-то, ну, типа домашнюю еду, но просто из ресторана, конечно же, сейчас пока что трудновато, но даже можно найти, естественно, время, но лучше в этот период я либо поработаю, либо просто отдохну, чем буду стоять у плиты, когда есть настроение, вдохновение, и чего-то прям хочется именно домашнего, то, что я не могу заказать, то я спокойно приготовлю, мы заказываем вот Йоджи, это Ида Галич, роллы, единственный минус, что там доставка, ну, как минимум, к нам может быть от 5000 рублей, то есть нужно заказывать нормально так, но Даня захотела роллы, поэтому, что же, я вот такие, кстати, малюточки люблю, стоят ли они своих денег, ну, на самом деле, роллы очень даже неплохие, вот, посмотрите, ну, конечно, цена, все-таки, я считаю, завышена, и здесь вот Тум-Ям, Даня взяла, вот такое количество, то есть Тум-Ям, салат, вот эти, вот эти роллы вышли на 5000 рублей, ну, дорого ли это, конечно, дорого. Мои хорошее время для полюбившей уже многими рубрики на моем канале, где мы тестируем новые парфюмы из аромабоксов от Рэндаву, тем более наступила весна, и это действительно прекрасная пора, чтобы добавить в свою коллекцию, новеньких фаворитов. Собственно, сам бокс так и называется, топ весенних ароматов для нее, и, кстати, такой же есть и для мужчин, поэтому это будет классный подарок. И так как у нас много новеньких на канале, я напомню, что в данных аромабоксах собрано 8 разных ароматов по полтора миллилитра, и это дает возможность найти что-то новенькое, познакомиться и не ошибиться в выборе аромата для себя. И за что я особенно люблю аромабоксы, они бывают абсолютно разные, например, с ароматами определенного бренда или подобранные для знаков зодиака, а также всякие тематические, как сегодня у нас. Ну и давайте поскорее перейдем к ароматам из этого бокса. И если что, по традиции, чтобы сохранялась так называемая интрига, и в будущем вам было интересно затестить ароматы, я делюсь с вами парочкой своих фаворитов из этого бокса, а вы уже заказывайте и зазнакомитесь с остальными ароматами. Итак, первый мой фаворит аромат, в который я сразу влюбилась, это вот такой вот аромат, ставлю вам скрин. Девочки, он настолько весенний, настолько круто попадает в настроение, что я 100% буду им пользоваться часто в теплое время года. Тут нотки пудрового, дымчатого ириса, пряной медовой розы, он не терпкий, не приторный, но при этом такой яркий и сочный. Этот аромат у меня ассоциируется с женственностью, нежностью, поэтому я советую всем его затестить. Второй фаворит данный парфюм, название Rockstar. Кстати, это новый для меня бренд, раньше я его нигде не видела. Про аромат. Красивый, такой чистый, свежий. Раньше я вообще была ярым любителем исключительно теплых, сладких ароматов, но сейчас понимаю, что на весну-лету хочется чего-то более легкого. И вот это тот самый аромат, который будет дополнять и не перегружать ваше настроение. Но вот это зеленого пергамота, сочного мандарина с акцентами морской соли. Он даже, знаете, по словам звучит шикарно, поэтому обязательно присмотритесь. В общем, арома бокса от Randevu это реально классный способ приобрести по очень приятной цене сразу несколько ароматов и менять их каждый день под свое настроение. На сайте Randevu вы также сможете найти полноценные объемы парфюма или, наоборот, взять свой любимый аромат на распив в небольшом количестве. Я так делаю очень часто. Все товары, если что оригинальные, Randevu уже много лет на рынке. Кстати, в их магазине можно также приобрести, например, декоративную уходовую косметику всеми любимых брендов, а еще много всего другого. А чтобы покупки были приятнее, делюсь своим промокодом 10BUSLAVA на скидку 10%. Она действует на весь ассортимент при покупке от 2,5 тысяч рублей, еще суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Я все ссылочки оставлю в описании. Желаю вам прекрасных покупок, а мы возвращаемся во влог. Все, мамулька за порог. Ну ладно, если бы я куда-нибудь ехала на СПА-процедуры, а я реально, реально по делам. Да-да-да, наши малышки уже обе здесь. Одна вот, вторая вот стоит. И мне сейчас нужно, ну, вот эту вывезти, чтобы выехать на этой. Просите, почему я не еду на этой малышечке, да? Да. А я не еду на этой малышке, потому что у нас летняя резина стоит в Подольске. Вот. И мы собираемся продавать нашу машину. Я вам говорила, что у нас купят ее друзья, но, к сожалению, не сложилось, поэтому мы будем ее продавать. Вот. И нужно поменять резину, нужно будет помыть машину, все такое, и выставлять. А резина вся в Подольске, поэтому я решила, что я на той машине поеду, оставлю ее там. Там Анатолий поменяет резину, вот, он предложил свою помощь. И все, оставлю там машину, приедем обратно на такси. Вот такая история. Так-то уже, блин, честно, мы уже даже думали две малышки наши оставить, потому что мы так любим их. Я не знаю, ну, я очень люблю нашу ту белую машину. Я прям сейчас поеду на ней и буду кайфовать. Вообще, надо уже прям ехать, потому что я сейчас попаду как раз-таки в ту самую пробку, про которую я рассказывала вам, почему не очень удобно ездить из Подольска в Подольск и все тому подобное. Такая вечеринка происходит сзади. Здесь у нас хранятся колеса от X5 нашей второй машины. Господи, а это прикол. Мы как эти, знаете, просто когда ты вот так живешь как минимум на два дома, на два города, все это сообразить, сделать так, чтобы было удобно, комфортно, практически невозможно, вот. То есть нам нужно X5 тоже переобуть. Ой. А-а-а. В общем, еду, 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 еду в пробке, и я все-таки попала в эту пробку. И вот в Подольске мне ехать час сорок пять. Про это я и говорила, что, например, ну, родителям приехать там, да, посидеть с внуком на часик, на два, и потом ехать два часа обратно. Ну, блин. Поэтому хочется найти какую-то, алё, удачную квартиру, возможно. Если получится, это будет реально очень круто. Ну, где они, понятное дело, они сюда не переедут, но они смогут там оставаться. И комфортно как-то нам всем вместе быть, не знаю, реально. Это, мне кажется, правда, очень классная идея. Ну, мы предложили просто маме с Анатолием, опять же-таки, мы никого не принуждали, не заставляли, типа, давайте вы сюда переедете. А наоборот, мы предложили, они сначала такие, да нет, чего вы, зачем, туда-сюда. Ну, и просто это, правда, во имя комфорта их. И, ну, в благодарность за то, что нам помогают, мы, конечно же, тоже в свою очередь делаем максимально что-то, чтобы было удобно. Всё, я доехала до Подольска, поднимаюсь к родителям. У меня что-то прическа вообще, я такая отходная. Вот, ну, буквально мама уже одевается, и мы поедем. Сначала заедем кое-куда. Фух, что я устала, честно говоря, точнее не устала, не выспалась. Конечно, меня так подрубает чуть-чуть. Здравствуйте, Наташенька, здравствуйте, Натусенька, Натуся, Натуси, Натуся, Натуси, сейчас, Натусенька. Тебя уже тысячи лет никто не видел. Нота, Натанька, я одна приехала, твой друг, брат, не знаю, как его назвать дома. Давай, заходи, в гости меня ждёшь, да, чем пахнет. Заходи, заходи, заходи. Ой-ой, ты, лягушка, прыгушка. Натанька, здравствуйте. Натанька, ты, блин, лягушка-квакушка, прыгает. Господи, ты девочка, ты девочка наша любимая, бусинка наша, ты наша красоточка. Наташенька, ты наша девочка-бузолочка такая красивая. Да, Натанька, уже такая взрослая девочка. Ночью уже сколько, годик, несколько месяцев, наверное? Нат, тебе сколько лет? Ой, сколько возраст свой, скажите, пожалуйста, по факту разложите. Скажи, погладь меня, что ты ко мне пристала? Ты чё, ты чё, дура, что ли? Какой возраст? У девушек такой не спрашиваются. Эти гости, эти булочки. Ты бубкин, бубкин, бубкин. Ты не раздеваешься, потому что... Что? Кабашковая экран не хочешь? Не, ничего не хочу, я хочу спать. Здравствуйте, Анатолий. Вась, совсем раздета. Не, у меня курса есть с собой. А вы сегодня не работаете? Я уже работал. Угу, вы с нами не едете? Нет. Короче, это на улице уже вообще полная весна. Прям просто пипец, это классно. Так хорошо. Это не описать словами. А ещё в машине лежит баул Даня, но он ему пока не нужен, потому что он пока на лёдный ходит. Нам его как лучше. Забрать? Просто нам его дома особо сейчас класть некуда. Давай его здесь поставим ещё раз. Потом надо будет. Ну, если можно, у вас... У вас квартирка побольше? Анатолий тут один живёт. Мама к нам переезжает. Это шутка, если что. В общем, ладно. Представляете, припарковали машину, и кто-то вот припарковал вот так вот. Тут даже не выехать. Что за жесть. Мы сейчас переходили через дорогу, и там ехали эти... Ну, молодёжь. Молодёжь ехала на самокатах. Они даже не посмотрели на лево-направо. Он просто сразу выезжает, и всё, просто прямо смотрит. Я в шоке. Мне кажется, что это... Это такие базовые вещи, как можно не смотреть, когда ты дорогу переходишь. А тем более ещё и на самокате. Да, совсем, да. Они вообще просто... Не повернулись вот так вот, типа, ехали. Не, может, он, конечно, заранее оценил обстановку, но я очень сомневаюсь. Типа, просто даже, знаете, ими глазами вот так вот. Я такая, думаю, ни хера себе. Вот этот и да, и вот этот чувак тоже. Машину, наверное, ну, понимать надо, что ненадолго он её поставил, да? Прям забежать куда-то, и всё. Ну, я на это рассчитываю. Пипец. Малыш это. Да. Я думаю, это что, женщина какая-то в халате идёт. Это поле то у неё сдалека. У меня, кстати, представляете, под конец беременности испортилось зрение. Ну, у меня как бы... Я его проверяла, ходишь же... Как это? Автальмон, это называется, да? По зрению. И она сказала, что это норма. Ну, то, что садится так по зрению. Она должна восстановиться. И чё-то, честно признаться, пока как будто она не на сто процентов восстановилась. Ну, вон, девушки, тут ты видишь, прям чёткое лицо? Лицо не вижу. Знаете, я раньше такая зрячая была. Лицо не видишь, она размазывала тебя. Да. не чёткое. Автопортрет не сделала бы. Можно я пройти тогда. Да, это возможно, что мне нужно обратиться. А вон, там, щёк тут поставил. Чё, саприкол. Ты чё? Саприкол вообще просто без вариантов, самое главное. Саприкол. Короче, я не знаю, я так переживала вообще последние дни в беременность, то, что не видно, ну, потому что у меня стопроцентное зрение, ну, в плане, что я прям идеально видела. А тут ещё хотела бы вам рассказать, то, что я планирую заниматься своей улыбкой, кто помнит. Я проходила лечение на элайнерах, и мне сейчас нужно повторно сделать снимок, посмотреть, не разъехалось ли у меня всё за это время. И я собираюсь устанавливать виниры, но я собиралась, сколько я раз это сказала, это делать в Питере, в клинике, в которой я проходила лечение. И, ну, то есть, я очень хотела именно там ставить виниры. Но ездить в Питер, мне кажется, не вариант. Установка виниров, это не супербыстрый процесс, не за один-два раза их устанавливают. И ладно, если бы опять всё крутится теперь вокруг ребёнка, если бы не было ребёнка, то я бы могла достаточно спокойно ездить в Питер. Сейчас это проблематичнее, ну и в целом, не очень приятно ездить в Питер, там, допустим, раз в неделю на какой-то продолжительный срок. Ну, не на продолжительный, а в течение, ну, то есть, это там, наверное, два месяца, как минимум, установка. то есть, понятное дело, не за раз. Сначала тебе берут, потом слепки делают, потом делают, ну, как виниры будут выглядеть, если тебе подходит, то делают настоящие виниры. Ну, в общем, это не настолько всё быстро. и к чему эта история, к тому, что начала поиски стоматолога, который это сделает мне в Москве. И честно, ну, как бы, я не знаю, сложно. То есть, я нашла одного стоматолога, который мне понравились работы, и я видела одну рекомендацию этого врача. Ну, так страшно, потому что я понимаю, что установка виниров это как, ну, я не знаю, как серьёзная операция какая-то. То есть, это нужно, ну, быть уверенным враче на 100%. По другой стороны, я думаю о том, что возможно-таки позвонить в свою клинику вот в Питер и спросить, насколько это долгий процесс и как бы мы могли это сделать, например. Ну, понятно, дистанционно это не сделаешь, но я имею в виду, чтобы мне рассчитали количество приёмов примерно я могла оценить, потому что я же всё равно это делаю образно на глаз. Ну, говорю, что это там. У кого-то это три приёма. Я вот смотрела у стоматолога, стоматолог написал, типа, вы, ну, можем управиться за три приёма. Одна девушка, которая устанавливает сейчас виниры, уже занимается этим два с половиной месяца, потому что ей сделали виниры пробные, они ей не понравились формы, там, цвет, потом ещё одни сделали ей не понравились. Ну, в общем, честно говоря, я в этом плане не очень осведомлена, но примерно представляю, как это происходит. И, ну, блин, в общем, нужно заняться этим вопросом. Ну, нужно много всего так сделать, но это не от силы времени. Но виниры я обязательно должна установить за то время, как мы находимся в Москве, потому что потом мы улетим в Тольятти на сезон, и, конечно же, я уже, опять же-таки, не буду этим заниматься, летать в Москву, у меня тоже не будет вариантов. Поэтому, пока я здесь, я думаю, что это самое отличное решение. Вот, виниры обязательно нужны, потому что других вариантов нет. Зубы у меня прямые, прикус у меня правильный, всё, типа, здорово, классно, но физиологически от природы мои зубы не той формы, которой я бы хотела. и донаращивать это, донаращивать всю челюсть, ну, извините, то же самое, что ставить виниры, уже по-нормальному сделать. Ну, в общем, просто я знаю, каждый раз, когда я начинаю задрагивать тему виниров, кто давно, они уже всё, давно-надавно в курсе, знают такие, чё к чему, всю историю моих зубов, а кто новенький, по-любому, тоже зададутся вопросом, типа, зачем я виниры, можно так сделать, а можно так сделать. И мы с мамой разговаривали, да, вроде страшно ставить виниры, кажется, некоторые пишут, ты такая молоденькая, сохрани свои зубы, ну, ребята, извините, когда тебя не устраивают твои зубы, а я снимаюсь на постоянной основе, для меня это, ну, блин, ну, это то, что постоянно на виду, это обложка моя, это моё лицо, и, соответственно, для меня это супер важно, и я думаю, что логически думать так, типа, ой, нет, а сохраню свои зубы, но буду ходить так, как мне не нравится, и как я чувствую себя не то, что неуверенно, ну, как бы я принимаю, что оно у меня вот так вот есть, да, но мне это не нравится, я не считаю, что у меня шикарная улыбка, вот, и если есть возможность это исправить, то, конечно же, я думаю, что глупо от такой возможности отказываться, и плюс сейчас уже такие технологии, что не спиливают зубы под пеньки, прям, знаете, под корень, делают такую обточку, понятно, что индивидуально всё, опять же таки, но не нужно переживать, и в целом, знаете, как бы жить, и думать, что будет через 15-20 лет, говорят, а вдруг у тебя денег через 15 лет не будет поменять эти виниры, ну, а вдруг, мало ли что, через 15-20 лет будет, может быть, и не нужно мне будет их менять, а возможно, и уже, я не знаю, не знаю, что, в общем, вы поняли, я хочу, мне надо, и это такой актуальный вопрос, и если вдруг вы ставили виниры, но только меня интересуют натуральные, знаете, чтобы это было как красивая улыбка, и чтобы смотрели мне в рот и думали, блин, это у неё такие от природы красивые, чтобы никто не подумал, что это виниры, ну, к тому, что я хочу максимально натуральные, красивые, идеальные, конечно же, светленькие, беленькие, но не вот этот вот унитаз, когда открываешь рот, и там с первой секунды понятно, что, о, у неё там лямчик заложен во рту точно, ну, например, я не люблю такой эффект, хотя знаю, что многие специальные, да, такие, типа, если я ставлю виниры, то я хочу уже поставить себе вот такие, чтобы я открывала рот, и все знали, что у меня там пара миллионов слежит во рту, что я утрирую, а вот такие дележечки, все, мы выехали, сейчас, наверное, в эту сторону пробок не должно быть, нет, вот, поэтому нам повезло, приехали в магазин, да, сыр можно взять, продуктовая корзина, взяла себе вот такую вот сухую малину, вишню попробовать, как я говорила, готовые, берем сырники, мужу блинчики с ветчиной, с сыром, малиновое варенье я взяла себе для сырников, блинчики с мясом, арбуз, дыня, мама тут взяла себе бутылочку вина, и этот, как его, вот такой вот, это что вообще, мама взяла, я не знаю, а, это сок свежевышный какой-то, хотим еще взять сырочек и что-то на ужин, смотри, вот здесь вот такой вот, мама взяла соус какой-то, а вот соусы тоже, из апельсина, груши и жира, да, а мама взяла, знаете, какой, да, они разные, мама взяла вот такой вот, под сыр, слива, базилик, не знаю, мне не очень кажется, ну да, знаете, есть вот такой вот бренд, коломенский, и у них вот эта упаковка, такая классная, просто, она подкупает себя, вот у них есть, допустим, йогурт, сливочное масло, там все такое, ряженки, мне вот так нравится, мне хочется просто взять тесто из-за упаковки, знаешь, что мы еще взяли, ряженку и сметанку, ой, не ряженку, а кефир мама себе взяла, я видела, что многие просто говорят, что их, ну, в духовку, и они уже готовенькие, такие будут вкусненькие, по моему плану, рекомендация по приготовлению, ну да, подожди, оставьте разморозить, при комнатной температуре, 30-45 минут, блин, ваши эти 30-45 минут, так, извините, выпекайте, предварительно разогретой, то есть сначала еще она должна полежать, потом еще, о-о-о, о-о-о, елки-голки, мы, короче, взяли еще креветки, я взяла, это чтобы были для пасты сливочной, курицу на соли будем делать, рецепт, давай экспресс-рецепт, курица на соли, экспресс? да, крупная соль, крупная соль, которая, знаете, такая самая недорогая, просто мы вот здесь только такую нашли, она обычно вот в таких вот типах, упаковочках продается, вот, на противень высыпаете килограмм соли, да-да, килограмм, вы не ошиблись, сверху просто кладете курицу, помытую, да? да, ну, разрезав ее пополам, грудку разрезав, или наоборот, другую сторону, другую, грудку, да, грудку пополам, спинкой кверху, спинкой кверху, кладете на соль, просто сверху, и отправляете в духовку, на сколько? ну, на час, на час, в зависимости от вашей там, духовки, а сколько, а сколько температура? я на глаз, и я просто в маму так же, я всегда все рецепты делаю, такая, я не знаю, девочки, сколько, на сколько, я всегда просто, типа, на глаз, ну, как бы, жаришь на глаз, соль добавляешь на глаз, ну, не в конкретном рецепте, а просто, не быть нам футблогером, ой, смотри, вот здесь вот я увидела нектар, смотрите, мне так понравилось, да, она становится супер поджаренная, такая прям вкусная, ну, в общем, ей даже ничего не нужно, она наберет столько соли, сколько ей нужно, правильно, и все, я хочу, возьми, да, лимон, и лук, ты еще хотела, красный, по-моему, только, блин, этот нектар, здесь из груши, из томата, черного, и зеленого, а я подумала, было бы такой вкусный, вот виноградный, наверное, вкусный, яблочный какой-нибудь, тоже был бы вкусный, и, о, персик, только это какой-то винный персик, блин, не знаю даже, хотела взять, попробовать вот такой какой-нибудь, всем привет, друзья, это New Day, короче, снимала рекомендацию, поэтому у меня полупустой, этот фон, ну, чтобы более эстетично было, потому что, когда на фоне стоит пеленальный столик, там пеленки какие-то, я не знаю, это выглядит не очень симпатично, в общем, я хотела вам показать свою, так называемую, актуальную форму, ну, точнее, даже не форму, а свой живот, как он ушел, за три недели уже, та-да-да-да, вот так вот, ну, то есть, я не втягиваю, ничего такого, вот он, слушайте, ну, прям очень хорошо, единственное, что вот здесь вот, ну, такая вот есть дряблость, ну, нет тонуса, естественно, я не занималась 9 месяцев спортом, честно, у меня как-то спрашивали, почему я не занималась, кстати, ну, во-первых, сначала, когда я узнала, я переживала, что, ну, вроде как бы можно, и я привыкла к спорту, и все такое, но я боялась, реально боялась, а мало ли, а вдруг что, и я этого не делала, потом у нас случился переезд в Тольятти, мне было как-то вообще не до спорта, пока в Тольятти туда-сюда, пятое-десятое, вроде такая задумалась, может быть, найти кого-то, начала искать, и, к сожалению, я не нашла человека, который бы работал именно с беременными, в зал ходить, таскать железо я не хотела, а типа пилатес, какой-нибудь фитнес, я одну девушку нашла, она проходила тупо какие-то курсы, и у нее практически не было опыта с беременными, короче, я так и не нашла человека, возможно, отчасти это отмазка, и мне так, значит, не особо-то и сильно хотелось заниматься, но в целом, да, я решила позволить себе, наверное, отдохнуть, но на последних месяцах я уже подумала, что, блин, надо как-то себя поберечь, и уже ты не тренировалась всю беременность, поэтому начинать это делать на восьмом-девятом тупо, ну, конечно же, еще есть над чем работать, ляшечки тоже, видите, они такие дряпленькие, они вот здесь вот еще, вот здесь вот у меня, вот видите, у меня бедра достаточно небольшие, сами по себе от природы, а вот здесь вот видите, такой бугорочек маленький появился, ну, то есть, жирочек, самое главное, даже, знаете, не форма, то, что я там, и талия, и талия у меня и так от природы, не какая-то супер, супер узкая, шикарнейшая, да, а тут вообще стало квадратиком немного, ну, понимаете, да, ну, ничего страшного, что я хотела сказать, больше такая дряблость, нет тонуса, мышцы все ушли, то есть, если раньше на попе у меня был, допустим, целлюлит, но мне нужно было прям вот так вот сжать, и тогда там появлялись какие-то небольшие ямочки, и то не всегда, кстати, а сейчас, если я просто вот так вот встану, расслаблюсь, ну, то есть, как бы кожа так вот складывается, и видно целлюлитик, то есть, он прям реально появился, но опять же, я никуда не тороплюсь, месяц как минимум покоя, я схожу на прием в месяц к своему врачу, посмотрю, что кого там туда-сюда, если она мне скажет, да, она вообще мне уже сказала, что по чуть-чуть может добавлять активность, там, пилатес, йога, что-то такое, понятно, опять же-таки не таскать железо тяжелое, но, честно, не до этого, сейчас найти время, на то, чтобы уехать из дома, там, все равно тренировка, это не пять минут, только если дома, но дома по чуть-чуть, я собираюсь, планирую начать тренироваться, в общем, как-то так обстоят дела, неплохо, я очень довольна, не Оксан Самойлова, естественно, но, знаете, я, правда, я не строила ожиданий, как говорила вам раньше, типа, будь как будет, в итоге, тьфу-тьфу, я все до сих пор, знаете, такая, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, нет, растяжек, они у меня нигде не появились, вот, и в целом, живот достаточно быстро пришел в тонус, за что я очень благодарна, и мама такая говорит, ну, все, надо за вторым идти, теперь не боишься, но, знаете, за вторым все может быть по-другому, поэтому, я такая, не буду до последнего, там, думать, как будет, пускай, как будет, так и будет, ну, ладно, подождите, на втором мы еще пока не думаем, как бы чисто просто рассуждаем, вот, как-то так, в общем, обстоят дела, сегодня у нас мамочка дома, поэтому у меня есть возможность, во-первых, сегодня Даня с утра забрал ребенка, ну, вот, на это время активности, которые были вчера, в которой я была, да, в которой обычно я занимаюсь ребенком, Даня, я доспала, потом мама забрала ребенка, на его обеденный сон, в общем, я сегодня выспалась, смогла заняться чем-то своим, таким, вот, реально ни о чем, ну, не то, что ни о чем, не думая, не думая, что мне нужно бежать к ребенку, не думая, что как только он там чуть-чуть просыпается, всплакивает, что мне нужно, ааа, быстрее, быстрее к Мирону, это, конечно, кайф, и сегодня вечером, мы, наверное, сходим в здание в кино, выберемся, потому что мама останется у нас, и мы его уложим на вечерний сон, и все, и сможем отключиться, ну, опять же таки, ненадолго, да, собственно, но все равно это, это роскошь, ну, пока что, короче, вот такие вот делишки, так, мои хорошенькие, и вот, проводила я, значит, бабушку с внуком погулять, представите, вот какая роскошь, на самом деле, если бы бабушки не было, пришлось бы нам идти гулять, вот, а я могу в это время с вами поболтать, и рассказать историю моих родов, я постараюсь быть максимально, не то чтобы быстрой, но, да, не размусоливать, потому что, честно, наверное, историю своих родов, каждая женщина может рассказывать в течение долгого времени, если прям все в подробностях, в деталях, но я думаю, что нужно коротко и по факту, понимаю, что многим интересно, кому-то, наверное, не актуально, но если вам не актуально, то вы можете просто перелеснуть на конец видео, вот, все, что я могу предложить, и в момент, пока я буду вам рассказывать, я сделаю макияж, так как мы, да, не пойдем в кино, я вам уже говорила, опять же, какая роскошь, да, вот бабушка отдает нам такую возможность, и мы ей, ну, пользуемся, действительно, чего отказываться, правильно, потому что я считаю, я до родов это всегда говорила, и до сих пор, что, блин, конечно, вы родители, но, если есть такая возможность, нужно обязательно, выбираться куда-то вдвоем, и нужно стараться не забывать, что в первую очередь, вы еще два любящих друг друга человека, вы два партнера влюбленных, вот, и чтобы не терять вот эту романтику, и не погружать, нет, ты, конечно, погружаешься в родительство, это понятно, это даже не оговаривается, но, не имею в виду, что, ну, в общем, не терять интерес к друг другу, и не только быть родителями своего ребенка, вы поняли, что она куда-то ходить, может быть, хотя бы даже вот так вот действительно в кино, да, хотя бы там раз в месяц, но все равно, да, это уже что-то, чем если вы раз в год будете выходить на какое-то, я не знаю, событие, на день рождения, там к маме своей образно, это неплохо, но нужно что-то такое, что будет вас возвращать во времена, когда вы были беззаботны, и наедине друг с другом, ну, начнем с того, что тренировочные схватки у меня начались 8 марта, кто не знает, родила я 10 марта, вот, тренировочные схватки появлялись примерно раз в полчаса, раз в час, раз в 20 минут, ну, в общем, с такой нестабильной периодичностью, конечно же, я все равно написала своему врачу о том, что у меня вот так вот идут схватки, она мне сказала, что не наводим кипиш, когда они будут чаще, чем раз в 10 минут, правильно я сказала, ну, короче, да, вот, то, значит, тогда пишите, звоните, а пока наслаждаемся своей жизнью, в любом случае для меня это было, ну, неожиданно, отчасти, да, потому что ты не знаешь образно, когда это начнется, но я понимала, что тренировочные схватки бывают по-разному перед родами, у кого-то это за три дня, у кого-то это за сутки, у кого-то это за месяц, за неделю, ну, то есть, поэтому я, ну, как бы мы с мамой вроде такие, о, наверное, я рожу уже вот-вот, с другой стороны, понимали, что, ну, в любом случае мне вот-вот уже рожать, но не в ближайшие там сутки, два дня, честно, потому что я была на прием к врачу, записана 12 марта, и она мне, когда последний раз я была на приеме, до 12 марта, сказала, все, я тебя в целом спокойненько отпускаю, ходи, наверное, вот придешь на прием, а там уже дальше будем смотреть, и я, почему не собиралась рожать, потому что я собиралась реально на прием к врачу сходить, ну, то есть, я не думала, что я рожу до 12, я ставила на 15-18 марта, ну, ладно, у меня начались схватки, были они, кто не было их, так и все, точнее, не 10, 9 числа, мы поехали, вы видели этот день, кто не видел, прошлый влог обязательно посмотрите, мы поехали по делам, отвезли айсу на стрижку, в торговый центр, и примерно в торговом центре, я понимаю, что мои схватки, как-то очень часто появляются, уже нифига, ни раз в 20 минут, ни раз в 30 минут, и мама тоже, знаете, я не считала, вот этот вот таймер, постоянно схваток, ну, потому что они были не такие стабильные, и потом я уже что-то маме говорю, ой, 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 она говорит, слушай, как-то у тебя часто начинаются схватки, может быть, ты вот этот таймер, есть приложение, где вы засекаете схватки, я говорю, да нет, все нормально вроде, ну, в итоге я засекла этот таймер, я увидела, что у меня уже они достаточно стабильно появляются, а именно, ну, я не знаю, раз в 7 минут, иногда раз в 10, иногда через 3 минуты, ну, короче, вы поняли, да, какая частота, мы сидим, обедаем в шоколаднице, я вам говорю о том, что вот у меня тренировочные схватки, туда-сюда, ну, точнее, что я узнала, что такое тренировочные схватки, потому что они были в предыдущие 2 дня, и потом, когда мы уже выходили из торгового центра, я говорю, что по ходу, девочки, у нас начались настоящие схватки, это правда так, мы поехали за Айсом, мы поехали домой, я еще не написала врачу, я думаю, ну, сейчас приеду домой, по-любому она мне скажет, наверное, ехайте в клинику, ну, потому что, а что, какие еще варианты, и, соответственно, что я буду писать, потому что я еще, как бы, не могу сейчас прям поехать, мы приехали домой, когда были в такси, я ей написала, что вот так, и так, у меня вот такие вот схватки, она мне сказала, езжай в приемный покой, я говорю, а мне как с вещами ехать туда, мне там оставаться, или что, она говорит, ну, они посмотрят, либо там оставят, либо отправят домой, либо, может, рожаешь, набери, только самое необходимое, ну, собственно, я и взяла там документы, и то, что у меня было в сумке, именно мне переодеться, пеленки, ну, что-то такое, прокладки, там, памперсы для себя, я приехала, мы также это во влоге запечатлили, приехала в роддом, еще раз повторюсь, что я рожала в Кулакова, я уже говорила, но продолжают спрашивать, конечно, я понимаю, что кто-то не досматривает до какого-то момента, или что-то такое, и рожала я у Аллы Александровны, ой, стыдно признаться, Игнатьева у меня, по-моему, фамилия, но я думаю, что вы найдете на сайте абсолютно спокойно, зная и владея этой информацией, спойлер, мне все понравилось, все хорошо, вот, я, значит, приезжаю в приемный покой, мне говорят, заполняйте бумажки, фигашки, ты еще там до хрена времени не заполняешь бумажки, в это время Данил уже был в аэропорту, ну, почему-то я, когда вообще ехала в роддом, думала, да нет, наверное, мне сейчас отправят домой, и Даня тоже говорит, мне кажется, что тебя отправят домой, я не знаю, почему, вот честно, потому что не собиралась рожать, ну, как бы, по схваткам уже получается, что вот-вот-вот, но какого-то предчувствия такого не было, потому что я, наверное, слишком начали на расслабоне была, сама по себе внутренне, я, значит, все, приходит дежурный врач, он смотрит меня на кушетке, говорит, у вас раскрытие 3-4 сантиметра, чтобы вы понимали, ну, для того, чтобы можно было рожать, ну, скажем так, можно, ну, чтобы рожать, нужно раскрытие 10 сантиметров, ситуация бывает разная, ну, плюс-минус так, вот, и мне говорят, у вас 3-4 сантиметра раскрытия, я в каком-то космосе, знаете, на приколе встаю, надеваю свои штаны, она на меня смотрит, говорит, вы что одеваетесь, вот вам халат я дала, переодевайтесь, я такая, подождите, я не пойму, я рожаю, я, я, ну, просто, знаете, реально в эйфории, походу, была, она говорит, конечно, рожаете, все, давайте, переодевайте, сейчас пойдете в палату, я такая, охренеть, вот этот поворот, она говорит, мы уже написали вашему врачу, все, ну-ка, она скоро приедет, я такая, а, понял, выхожу к маме, я говорю, мам, я рожаю, а она была в коридоре, а она такая, в смысле, уже, я такая, прикинь, сама в шоке, ну вот, мне сказали, что мы пойдем в палату, я думала, что мы реально пойдем в палату, поэтому пригласила с собой маму, так скажем, ну, народы, со мной мама не собиралась идти, и это было общепринятое решение, я про это делилась во блоге, переодеваемся, нам дают специальную одежду, мне говорят, будете ли вы делать клизму или нет, я супер, на самом деле, послушный пациент, я такая, надо сделаю, не надо, не буду, ну, в общем, тут уже вроде как, каждый решает сам, но, скажу по секрету, я делала, потому что, ну, посчитала, что почему бы, почему бы не вписаться в эту авантюру, мне сказали, что, ну, было бы, наверное, неплохо сделать, вот я такая, ну, хорошо, взяли анализы, кровь, мочу, как раз-таки, когда ходила, ну, снимала вам видео, я говорю, девочки, мы рожаем, ходила, сдавала анализы, все, все сделала процедуру, и нас проводили в родильный блок, проводили в родильный блок с мамой, мы этого не ожидали, потому что нам сказала, вот это вот, дежурный врач, что мы пойдем в палату, может, она просто так выразилась, и уже приходит мой врач, и говорит, стоп, а что здесь делает мама, мы же с мужем рожаем, я такая, Данила вышел, я говорю, маму сейчас выгоним, все-таки с мужем рожаю, я, ну, не знаю, там, да, маму гулять ушла, роскошь, да, Данила, можешь коротко сказать, понравилось ли тебе рожать со мной, можешь поближе сюда подойти, ну, я не могу сказать, что мне, прям, понравилось, что там, ну, ну, я просто там был, только тебя поддержать, нет, в целом, наверное, нет, мне понравилось, сама история, ну, сам процесс, да, ну, в плане, ну, ты не пожалел, типа, что ты пошел, но, вследствие с тебя с тобой пошел, так лучше, нет, конечно, не пожалел, ну, ты вот в следующий раз пойдешь, если я, ну, попрошу, ну, конечно, но если не попрос, скажешь, можешь не идти, то не пойду, нет, ну, в плане, я имею в виду, ну, это было не супер, там, страшно, трэшов, или что такое, ну, понятное дело, что это ничего, да, ну, ничего там комфортного нет, потому что, по сути, я там, дальше в продолжении, мне больно, и все такое, там, никакого сказочного процесса не имеется, поэтому, там, особо, наверное, ничего прям понравиться не могло, но сам момент, ну, допустим, когда Мирон, ну, такой трогательный момент, согласен, я говорю, вся в целом, истой момент, сам вот тут вот трогательный, когда вот только он вылез, типа вот, агатый такой, типа, шок, ну, потом вот когда, потому что я еще лежала, а Данила, ну, был рядом с Мироном, пока его там свешивали, измеряли, все такое делали, тут и был с ним, а так бы тебе его принесли, показали, уже в палату, наверное, перевели, а, можно, когда я уже родила, ты можешь позайти, ну, короче, нормально, можно вписаться, ну, да, вписаться можно, конечно, но я не скажу, что я там кайфанул, вот чего-то прям, ну, понятно, блин, на самом деле, наверное, странно сказать, что кто-то кайфанул, я бы кайфанул больше, если бы, допустим, просто в палате лежал, и мне цена принесли, а ну, а что со мной там происходит, тебе было бы, вот ты бы лежал, я бы не знал, что там вообще, так я говорю, что я просто родтято была, не то, что я бы хотел, не, ну, ты говоришь, что я бы кайфанул, если бы я в палате лежал, не, так было бы, конечно, комфортнее, но мне кажется, ну, ты бы вот не переживал, типа, что там сейчас, ну, то есть, ты только пошел, допустим, из-за меня, да, ну, в плане того, что, если бы я не попросила, то ты бы не сказал, типа, я могу с тобой сходить, не, ну, я бы спросил, как бы, ну, короче, нужен я, не нужен, вот так вот, если вам вдруг интересно, ну, в общем, там ничего особо страшного нет, но и мало приятного, только сам момент появления ребенка, самое приятное, собственно, так же я могу сказать, если бы меня могли пригласить, только на появление ребенка, я бы согласилась, в общем, вот такие вот впечатления у Дани, ну, и они очевидны, честно, я вряд ли сомневаюсь, что кто-то сказал бы, что вау, это бомба, пушка, по-любому, ребята, идите, но случаи бывают разные, так вот, мы пришли в родильный блок, нам сказали, ну, ладно, пока типа мужа нет, потому что он в полете туда-сюда, посидите с мамой, у меня еще там схватки только были, начальные образно, ну, как сказать, начальные, уже не совсем начальные, конечно, но относительно, и все, ты сидишь, тебе там, по-моему, сразу катетер надевают, или, да, сразу катетеры, что еще, подключают к ТГ датчики, чтобы следить за динамикой сердечка ребенка, за твоей маткой, примерно длились у меня схватки, вообще, длительность родов считается с начала схваток и до появления ребенка, и у меня написано, что я рожала 11 часов, то есть примерно с 5 вечера, но схватки были относительно лайтовые, вы сами это видели, и то есть, как бы, ну, я бы не назвала этот процессом родов именно относительно своих ощущений, но в плане медицинских показаний это уже роды начались, поэтому мои роды гились 11 часов, но, конечно, сам, сам вот момент, он длился намного меньше, во время схваток я ничего, качалась на этом шаре воздушном, а потом схватки уже были более болючие, они нарастали, становились активнее, приехал, ну, в итоге мы там сидели, разговаривали с мамой, ничем не занимались, потом, когда уже приехал Даня, то мои схватки в моменте стали прям вау какие, я лежала, пришел мой врач, конечно, она периодически заходила, смотрела, сказала, что лежим, ждем, ну что, раскрытие, вот, мои схватки потом были уже прям такие, что, знаете, ты лежишь, и у меня от боли просто текли слезы, то есть, это такой, вот, ну, тебе настолько больно в животе, типа, это спазм, вот, как критические дни, но только, конечно, наверное, как минимум у меня икс пять, и в тот момент, когда были эти схватки, я лежала и думаю, боже, я больше никогда не впишусь в эту авантюру, нахер я сюда вообще пришла, нет, это грубо совсем, но вы понимаете, да, то есть, я не на чиллера, слабоне, прям проживала уже самые активные схватки, и, просто лежишь, тебе вольно, на самом деле, мне очень помогло, то, что Даня был рядом, и я говорю, что если у вас есть возможность кого-то с собой взять, то обязательно берите, потому что у меня была личная кушерка, но все равно это чужая женщина, хоть она была и достаточно приятной, если бы со мной никого не было, то она бы со мной постоянно находилась, так она в целом приходила только проверить меня, сделать какие-то штучки, то, что нужно, и все, так со мной был постоянно Даня, держал меня за руку, говорил, как меня любит, поддерживал, какая я умничка, и все такое, но больно, да, это больно, собственно, но это не такая боль, которую, ну, я, во-первых, хотела бы дополнить, что так, как прошло у меня, это не значит, что так, естественно, проходит у всех, но и это не значит, что у вас будет как-то намного хуже, или что-то страшное, я призываю не настраиваться на роды заранее, что это будет какой-то просто писец, что вы не выживете, и вообще это просто самое ужасное, что в вашей жизни случится, нет, настраивайте себя на то, что как будет, так и будет, просто быть готовой ко всему, но не надо готовить себя к худшему, потому что изначально, когда ты идешь туда уже на нервозе, изначально, когда ты идешь и думаешь, все, мне капец, я не знаю, что со мной будет, ты уже эмоционально нестабилен, и самое главное, то, что я могу посоветовать, это слушать врачей, и не ловить панику, в моменте, когда у меня были болючие схватки, мне хотелось, ну, не просто вот я лежала, и у меня слезы сами по себе текли, мне хотелось, знаете, на разрыв, зарыдать, от того, что мне больно, от того, что я такая бедная, несчастная, лежу здесь, просто, типа вот так вот начать рыдать, что такие пешевать, но я просто себя реально смогла успокоить, я лежала и говорила, Катя, спокойно, спокойно, дыши, сейчас эта боль пройдет, все нормально, все нормально, то есть, реально, ловите дзен, и ни в коем случае не нужно вот эту вот панику внутри себя вселить, особенно с самого начала, когда вы еще даже не знаете, что это такое, потому что я знаю, что девчонки, у меня вот, допустим, в комментариях спрашивают, Катя, как прошли твои роды, поделись, насколько это больно, это больно, это очень больно, конечно, но нужно научиться проживать эту боль, ну, принимать ее, если вы соглашаетесь на беременность, да, вы должны понимать, что это случится, это то, чего, ну, как бы, образно не обойти, и, соответственно, просто готовьтесь к тому, что это случится, это пройдет, вы это все равно рано или поздно, ну, скажем так, может, и не забудете, но отпустите, и вы должны понимать, что это все происходит ради того, чтобы появился на свет ваш малыш, ну, не нужно, не нужно ни в коем случае, девчонки, рыдать на разрыв, вот эту вот внутри себя истерику развивать, да, немножечко, нотка отступления, и все, у меня начались уже супер болезненные схватки, пришел мой врач, посмотрел меня, сказал, будем ли мы ставить эпидуралку, я такая, типа, ну, я могу еще терпеть, она такая, ну, смотри, хочешь, терпи, твое право, я как бы насильно тебя не буду там заставлять ставить эпидуралку, или что-то такое, если тебе больно, и тебе хочется, то давай поставим, и я такая, почувствовала еще одну следующую схватку, и думаю, боже, а зачем, зачем, опять же таки, я делюсь своим опытом, кто-то сейчас скажет, а вот затем надо терпеть, а вот так вот, пожалуйста, терпите, я приняла для себя такое решение, я говорю, да, давайте поставим, потому что неизвестно еще, сколько эти схватки будут длиться, мне уже трэш как больно, я уже хочу отсюда выйти, вот, я такая, давайте поставим, плюс, насколько мне известно, когда вы ставите эпидуралку, то у вас раскрытие происходит намного быстрее, то есть вероятность того, что вы разродитесь, ну, становится выше, все, мне поставили эпидуралку, опять же таки, я лежала сколько-то, ну, это примерно там час, может быть, с эпидуралкой, я уже не чувствовала ничего, ты просто лежишь на расслабоне, ты не чувствуешь ничего, но потом она проходит, и ты снова начинаешь чувствовать эти схватки, но уже не с такой болью, как это было в самый пик, приходит спустя время еще мой врач и говорит, ну, как бы посмотрела, говорит, ну, еще надо, наверное, подождать, я говорю, давайте, давайте попробуем, ну, видимо, честно, я не могу сказать, именно как там все было, на какой стадии, потому что я не спрашивала, я только вот так вот, как с вами, как вам рассказываю, так и с моей историей, так и было, я говорю, может, мы попробуем, она говорит, ну, давайте попробуем, ну, то есть, видимо, там уже можно было что-то попробовать, и я начинаю тужиться, мне врач говорит, как дышать, то есть, я слушала исключительно врачей, потому что иногда это быстрее, иногда это глубже, иногда это более протяжительно, иногда ты в воздуху так спустил, и тебе говорят, еще тужься, насколько это возможно, иногда просто с воздухом вышла, и говорят, давай еще делаем ток, короче, просто слушала врачей, и это тоже мой совет, они владеют в этот момент информацией, они владеют в этот момент ситуацией, и видят, что там им нужно, ты не знаешь, тебе сейчас быстрее, сильнее дышать, или как, поэтому я советую слушать врачей, все, я попробовала, и это очень забавно, и она говорит, я уже вижу косу, я в полубреду в таком, наверное, мы с Данилой смотрим друг на друга, я говорю, какую косу, а она имела ввиду, что там уже, ну, начала появляться головка, то есть, волосы Мирона, и я такая, а, понятно, а сначала, ну, я думаю, что это какой-то термин врачебный, я не знаю, что там может еще вылезти, какая коса, хрен пойми, и, соответственно, она говорит, у тебя очень хорошо получается, давай еще, я такая, давайте, потому что я уже в этот момент была заинтересована в том, чтобы он поскорее оттуда вышел, чтобы он появился на свет, и все это закончилось, хоть я и говорю, что все прошло отлично, но я также испытывала невыносимую боль, но это та боль, которую ты можешь перетерпеть, это та боль, с которой можно справиться, особенно, как я уже сказала, если вдруг вы решите ставить анестезию, эпидуралку, то есть, обезболивающее, потом, там уже, видимо, начало появляться больше и больше, она позвала акушерку, или акушерка сама пришла, я не поняла, то есть, это еще был такой момент, только начало, не было еще всех врачей остальных, остальной бригады, вот, стояла акушерка, и они говорят, тужимся, я тужилась, и, видимо, там дошло до какого-то пика уже, и она говорит, все, зовите команду, пришел анестезиолог, он должен присутствовать, просто как бы следить за мной, потом пришел неатолог, так, по-моему, называется, который, если появляется малыш, он его забирает, сразу смотрит, осматривает, и все тому подобное, акушерка еще одна пришла, помимо моей, и врача, все, свет включили, вот этот тебе, вот так вот, по полной разложили тебя, там что-то, вот это вот, лежачее сидение, на котором ты лежишь, лежачее сидение, ну, вот эта вот лежанка, она как-то раскладывается, оттуда ноги вылазят, куда вы можете положить ноги, еще что-то, жопа опускается, я такая, ни хрена себе, вот этот поворот, вот этот трансформер получается, но, конечно, в тот момент я не шутила, мне было не до шуток, я реально была, ну, не то, чтобы не настроиться, но я была серьезно настроена родить, все, слушала врачей, тужилась, 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 и натужила, что появился наш сын, все, меня очень хвалили врачи, я опять же таки похвастаюсь, но извините, в плане того, что я, ну, потому что я их слушала, как они мне говорили дышать, так я и дышала, я не ловила панику, даже если это была боль, я просто дышала, если мне было там невыносимо что-то, то я такая, стоп, 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 спокойненько, сейчас подождите, подождите, то есть я не орала, я не плакала даже, то есть я была максимально настроена, вот на ту часть, чтобы все произошло быстрее, единственное, что мне хотелось зеркало поставить, чтобы видеть, насколько там все происходит, потому что я не могла оценить, мне еще 30 раз тужится, или там уже прям нормально все вышло, и мне достаточно одного, то есть ты лежишь и не понимаешь, сколько еще, вот, собственно, все, вот так появился наш ребенок, что еще обычно спрашивают, что интересно, были ли разрывы там, просто для нерожавших, да, там бывает иногда трэш, у меня нет самих разрывов промежности, но стеночка слизистая, там появилась трещинка, она мне сказала, что я ее аккуратненько зашью, вот, ну, в целом можно было вроде как и не зашивать, но, чтобы она быстрее затянулась, и чтобы было менее дискомфортно, мне ее, ну, там такие саморассасывающие швы, наложили, сам процесс родов, именно момент, когда я тужилась, буквально это 4-5 ходок, ну, то есть вот этих вот, ух, ну, я даже не могу оценить по времени, наверное, это час может быть, может даже меньше, ну, наверное, час где-то, и все, ну, это счастье, в общем, получается, что в 10 вечера я приехала в роддом, примерно, наверное, в 3 часа ночи начала рожать, именно не то, что рожать, а именно вот тужиться, и к 4 утра наш Мирон появился на свет, все, потом, когда его забирают, ну, его не забирают, он был со мной вместе в родовой, но там Данила там рядышком стоял, а я просто лежала, мне сначала шов наложили туда, потом, о, самое ужасное, самое болючее, это не роды, самое ужасное, это сокращение матки, в общем, я не знаю, как научными, докторскими терминами это все выражать, но у вас там остается матка, которая то ли не сократилась, то ли там еще что-то должно выйти, простите мне необразованную, но говорю человеческим простым языком, и чтобы там все сложилось хорошо, вам надавливают максимально на живот, ну, на определенную, вот на эту часть, где матка, наверное, вот, и чтобы все сложилось хорошо, вот это больнее всех схваток для меня лично было, больнее всего, я ни разу ничего не говорила врачам, типа, стоп, не надо, не делайте, давайте закончим, но, когда мне вот так вот клали на, ну, руку на живот, и это делали, то я вот так взяла руку врача и начала ее оттягивать, потому что мне было так больно, и она такая, «Сюша, все, спокойно, пожалуйста, давай протерпим», естественно, я отпускала, но к тому, что это вот, был единственный момент для меня, который запомнился, пиздец каким валючим, вот, это просто жесть, потом два часа ты лежишь, в моем случае я лежала, так у многих, лежишь в родильном блоке, все, у тебя там чуть-чуть восстанавливается, отходишь, и потом тебя переводят в вашу палату, да, просто в роду, в вашу палату, и первые два часа ты должна лежать на животе, чтобы опять же таки сократилась побыстрее матка, все, первые два часа я лежала на животе, точнее, я даже уснула, потом я в целом уже сразу встала, ну, встала, я имею в виду, поспала, потом перевернулась живота на обычное положение, поспала до обеда, и когда я проснулась, то я уже могла встать и сама сходить в туалет, могла спокойно передвигаться, конечно, в той зоне было дискомфортно, первые, наверное, два дня там щипет, еще что-то, но у всех этот момент проходит по-разному, кто-то, если у них много разрывов, допустим, много швов, им нельзя там какое-то время встать, ой, сидеть, то есть там недели две, например, все это, конечно, по-разному, опять же, я делюсь своим опытом, думаю, что он у меня, наверное, сложился достаточно положительный, достаточно хороший, но, естественно, это не значит, что так у всех, но, как я уже сказала, это не значит, что у вас будет хуже или что-то такое, поэтому, девчонки, мой вам совет, не настраивать себя на что-то ужасное и страшное, это то, что ты должен пройти, да, вызывай, и других вариантов нет, просто нужно принять, что оно будет, и попытаться принять, что это, ну, больно в любом случае, да, но пока вы не пройдете, не нужно себя настраивать на то, что это будет какая-то невероятная жесть, как я уже сказала, мой совет, если можно и возможно, возьмите кого-нибудь с собой, для поддержки, второе, это ни в коем случае не настраивать себя на что-то ужасное, даже если это будет ужасно, потому что заранее, иногда бывает, что все проходит не так плохо, да, по факту, но человек со своим мышлением, со своим вот этим настроем уже сам себе все портит, и не ловить кипиш, панику, пытаться максимально, насколько вам лично это возможно, сохранять спокойствие, то есть, да, больно, да, я эту боль переживу, да, она пройдет, и все, вот, в общем, вот такая история родов, не знаю, было ли вам интересно, я постаралась рассказать, просто, знаете, вот, как подружки, от себя, возможно, что-то кому-то будет непонятно, хоть не знаю, но в целом, в общем, когда я лежала на кровати, я думала, что я больше никогда не впишусь в эту авантюру, сейчас, уже спустя 3 недели, я думаю, ну ладно, в целом, как бы, даже можно, вот так, я сказала, что не буду долго затягивать, но извините, рассказ вышло минут на 20-25 точно, и, ну, по-другому это невозможно, это же все-таки 11 часов рожало, такой у нас получился влог, отчасти, да, он мамский, отчасти, кстати, ну, второй день такой же мамский, про роды рассказала, не знаю, какие будут следующие влоги, мне, наоборот, все пишут, Катя, я и про какашки, и про сиси хочу слушать, и про скармливание грудное, там, и про всякие атрибуты для ребенка, что надо, что не надо, целый обзор, того всего, и пятого, и десятого, я делаю так, как чувствует мое сердце, это правда, я снимаю то, что хочется, то, чем хочется поделиться в моменте, понимаю, что кому-то это может не нравиться, да, не подходить сейчас, потому что, допустим, вообще не интересно, потому что не актуально, но все равно, это моя жизнь, я никуда от нее не делась, ну, не могу я игнорировать этот факт, если бы я снимала какие-то тематические видео из серии, там, не знаю, обзоры, реакции, или что-то такое, то, конечно, там бы не было мамского, ничего про ребенка, но, учитывая, что я снимаю свою жизнь, а это, сейчас, основная часть моей жизни, и это неплохо, я говорю это не к тому, что, типа, ой, это основная часть моей жизни, мне другого нечего показывать, нет, мне нравится, я кайфую, мне не хочется сбежать из дома, мне не хочется игнорировать этот факт, мне хочется делиться, то, что вот так вот все складывается, и многие мне писали, что, Катя, несмотря на твою беременность, и даже, знаете, ну, мне не все так просто, да, там, те же самые роды, они не были какими-то вот такими, фух, я как феечка родила, нет, это было больно, как я уже сказала, это было тяжело, но все-таки формат, когда ты это подаешь, действительно, вот, со стороны поддержки, рассказа относительно позитивного, люди по-другому начинают на это смотреть, потому что кто-то писал, вот, Кать, насколько это больно, в комментариях начали писать, ну, некоторые женщины, типа, это так больно, что ты умрешь просто от этой боли, это невыносимо, ты никогда ее не забудешь, ну, то есть, такие фразы, я понимаю, что девчонки, которые хотят и боятся этого, например, ну, читая подобное, у тебя желание еще меньше становится, ну, из-за того, что ты боишься самого процесса, и, конечно, опять же таки, я понимаю, что для кого-то это действительно было что-то ужасное, но все-таки я считаю, что не нужно это проецировать на всех, и даже если это прошло трэш, как страшно, лучше написать, что вот, да, мне было очень тяжело, я эту боль не забуду, но девочки, там, не настраивайте себя, у вас может быть по-другому, то есть, не нужно смотреть на самое худшее, и учитывая, что ты это не можешь предугадать, не то, какая у тебя беременность будет, не то, как пройдут твои роды, материнство, лучше просто быть готовой ко всему, все, все, муж говорит, такси стоит, мы уезжаем, и давайте уже встретимся в следующем видео, я вас целую, обнимаю, все, что вы знаете, написать комментарий, подписаться на мой канал, пока-пока, пока-пока,